Добрый вечер. Это программа Пульс Дня. В студии Артем Андросов. Здесь, как обычно, мы обсуждаем новости и их последствия. Вслед за отставкой Кевина Маккарти в Палате представителей среди республиканцев началась внутрипартийная борьба за выдвижение кандидатуры нового спикера Нижней Палаты Конгресса. Стив Скалис, республиканец номер два в Палате, и Джим Джордан, критикующий действия президента демократа Джо Байдена, заявили, что будут добиваться этого поста. К двум законодателям могут присоединиться несколько других кандидатов. Процесс в любом случае не будет быстрым. Смещение Маккарти с поста во вторник, инициированное фракцией ультраправых коллег-республиканцев, стало первым подобным случаем в истории. Голосование по вопросу о назначении нового спикера состоится 11 октября на следующей неделе, а перед этим пройдут дебаты с участием кандидатов. Борьба за лидерство отнимает у законодателей время, необходимое им для продления работы правительства. Ведь срок нынешнего финансирования истекает 18 ноября, а также для принятия программ субсидирования сельского хозяйства и других сфер экономики. 57-летний Скаллис долгое время считался очевидным наследником Маккарти и в частном порядке встречался с республиканцами, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры. Его считают более консервативным, чем Маккарти. Он был тяжело ранен в 2017 году, когда человек, критиковавший республиканцев в социальных сетях, выстрелил в Скаллиса и других его однопартийцев, когда они тренировались перед бейсбольным матчем. 59-летний Джордан, который руководит расследованиями в отношении администрации Байдена, сначала получил известность как лидер правого крыла партии, прежде чем в конечном итоге сформировал альянс с Маккарти. Он известен как преданный сторонник бывшего президента Дональда Трампа. Будучи председателем юридического комитета, Джордан участвует в расследовании по поводу возможности импичмента Байдену и работает с прокурорами штатов, которые возбудили уголовные дела против Трампа. Но оба кандидата могут столкнуться с потенциальными проблемами. Некоторые умеренные политики считают Джордана слишком правым, а некоторые сторонники жесткой линии слишком близким к Маккарти. Союзники Маккарти считают, что Скалис ничего не сделал, чтобы помочь ему во время борьбы за лидерство и задают вопросы о его физической способности выполнять эту работу. Ведь республиканец сейчас проходит лечение от рака. Об этом сообщается со ссылкой на республиканского законодателя, говорившего на условиях анонимности. Рядовые республиканцы заявляют, что взвешивают сейчас абсолютно все варианты. Отставка Маккарти является еще одним фактором, заставившим Уолл-стрит обеспокоиться о будущем политического управления США. Эти опасения, наряду с опасениями по поводу роста процентных ставок, сыграли свою роль в устойчивой распродаже государственных облигаций. Между тем, две трети американцев считают, что межпартийная рознь мешает работе Конгресса. Около 64% респондентов в опросе, проведенном в среду, в том числе, кстати, 61% демократов и 66% республиканцев, не согласились с утверждением, что конгрессмены способны отложить в сторону партийные разногласия на благо страны. Около 27% всех респондентов онлайн-опроса согласились с этим утверждением, а 9% сказали, что не знают ответа на этот вопрос. Споры между республиканцами и демократами за последние 10 лет привели к трем частичным приостановкам работы правительства. В начале этого года федеральное правительство в течение нескольких дней было на грани дефолта по госдолгу в размере 31,4 триллиона долларов. Американцы уже долгое время скептически оценивают работу Конгресса. Опрос показал, что около 35% респондентов негативно относятся к Палате представителей. При этом негативный рейтинг Сената еще выше. Его работу отрицательно оценивают 39% участников нынешнего соцопроса. Администрация Джо Байдена объявила, что она отказалась от применения 26 федеральных законов на юге Техаса, чтобы разрешить строительство стены на границе. Это первый случай использования действующей администрации широких полномочий, которые часто применялись при президентстве Дональда Трампа. Министерство внутренней безопасности объявило об этом в официальном издании Federal Register. При этом ведомство не сообщило подробностей строительства в округе Стар, это в Техасе, который является частью загруженного сектора пограничного патруля, где наблюдается высокий уровень незаконного въезда в страну. Согласно правительственным данным, в 2023 финансовом году, который завершился 30 сентября, в этом районе было зарегистрировано около 245 тысяч незаконных проникновений в страну. В настоящее время существует острая и безотлагательная необходимость сооружения физических барьеров и дорог в окрестностях границ США, чтобы предотвратить случай незаконного въезда, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Решение министерства контрастирует с позицией администрации Байдена, обозначенной в 2021 году. Тогда говорилось, что строительство стены на протяжении всей южной границы не является серьезным политическим решением. Мумифицированный человек, известный как Стоунмен Уилли, будет похоронен должным образом после того, как он пролежал в похоронном бюро в штате Пенсильвания в течение 128 лет. Неопознанный мужчина был алкоголиком, который умер от почечной недостаточности в местной тюрьме 19 ноября 1895 года. По данным похоронного бюро Аумана, он был случайно мумифицирован гробовщиком, экспериментировавшим с новыми методами бальзамирования. Одетый в костюм с галстуком бабочка и худощавый мужчина лежит в гробу с красной лентой на груди. Его волосы и зубы остались нетронутыми, а лицо приобрело вид коричневой кожи. Поскольку при задержании за карманные кражи мужчина назвал вымышленное имя, личность Стоунмена Уилли оставалась неизвестной в течение многих лет, и местные власти не смогли найти его родственников. Похоронное бюро обратилось к штату с просьбой разрешить оставить тело вместо захоронения, чтобы проследить за экспериментальным процессом бальзамирования. Но похоронное бюро Ауманс Фюнерал Хоум заявило, что теперь оно установило личность Стоунмена Уилли по историческим документам и сообщит его имя в конце этой недели, когда тело будет предано земле. До сих пор о нем было мало что известно, кроме его ирландских корней. «Мы не называем его мумией, мы обращаемся к нему как к нашему другу Вилли», — говорит директор похоронного бюро. Он просто стал такой иконой, такой исторической частью не только прошлого Рейдинга, но и его настоящего. В преддверии похорон город Рейдинга увековечит память человека, который на протяжении многих поколений был частью городского фольклора. В воскресенье местные жители вышли на улицы, чтобы отпраздновать 275-летие Рейдинга красочным парадом, в котором участвовал мотоциклетный катафалк, везущий гроб Вилли. До конца этой недели Вилли будет находиться в похоронном бюро Аумана. В субботу он совершит свой последний путь по улицам Рейдинга и будет похоронен на местном кладбище, где на его надгробном камне наконец-то будет написано его настоящее имя. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вернемся в студию и продолжим программу.